Глава 2. Характер солдата в армии Христа В послании к своему молодому ученику Тимофею Павел описывает характер воина армии Христа. 2 глава 2 послания Тимофею говорит, что воин Иисуса Христа должен быть «Крепким» — стихи 1-2, «Бескомпромиссным» — стихи 3-4, «Прямым» — стихи с 5-10, «Уверенным» — стихи с 11-13, «Здравым в вере» — стихи с 11-19, «Освещенным» — стихи с 20-23, «Слугой» — стихи с 24 по 26. Другими словами, в поведении верного солдата Божьей армии должен быть виден характер самого Бога. «Знай же, что в последние дни наступают времена тяжкие», предостерегает Павел во втором послании к Тимофею в 3-й главе в 1-м стихе, «Опасность отступничества более чем реальна в наши дни». «Сатана старается направить этот мир на свое личное кладбище, но нам обещана защита от отступничества, когда мы внимательно следуем библейским принципам и стоим в истине». Павел добавляет к этим словам Тимофею последнюю просьбу прийти к нему скорее и принести мантию и книги, особенно кожаные, то есть то, что мы знаем как Ветхий Завет. Читайте 2-е Тимофея, 4-ю главу, 13-й стих. «В преддверии скорой смерти он заботился о том, чтобы ему принесли Писание. Будет ли это и твоей предсмертной просьбой?» Последние слова Павла, исполненные уверенности. «Ему слава во веки веков. Аминь». Это война, но мы не выходим на поле брани с пустыми руками, потому что Бог дал нам оружие. Жизнь христианина – это не игровая площадка, это поле битвы, и на нем сражения выигрываются или проигрываются. Павел предостерегает, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 2 Тимофея, 2-я глава, 4-й стих. Но есть некоторые христиане, которые так завязли в делах этого мира, что от их христианства осталось одно лишь только название. Они не понимают, что проигрывают сражения. В сущности, они даже не понимают, что жизнь здесь на земле – это жизнь на поле битвы. Павел в послании к христианам в Коринфе говорит, что «хотя мы и ходим во плоти, мы не воюем по плоти». 2 Коринфянам, 10-я глава, 3-й стих. Слово «плоть» здесь имеет значение «слабость», и «хотя мы ходим в слабости, в теле, которое подвержено тлению», говорит Павел, «мы воюем не по нашей слабой плотской природе». У апостола было великое откровение о небесах и аде. Он писал об этом тем, кому адресовано послание, но оно действительно и для нас с вами. Мы находимся на поле духовной битвы и нуждаемся в духовном оружии. И далее он добавляет «оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». 2 Коринфянам, 10-я глава, 4-й, 5-й стих. Павел говорит, что наше оружие сильно, а значит мощно и эффективно. Наше первое оружие – это Слово Божье. Чтобы правильно использовать оружие, военный должен разбираться в нем и быть в нем уверенным. Когда Павел пришел в Коринф, он знал, что пришел в город, занятый философией и религией. Он обнажил свой верный меч и полностью положился на силу острого лезвия Слова, которое сражалось за него. Он мог уверенно сказать, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия». Это та самая уверенность, которая нужна воинственным христианам, мужчинам и женщинам. Уверенность в Слове – это уверенность в одном из наших главных оружий. Второе оружие – это присутствие Духа Святого. Понимание своей слабости, ограниченности своих человеческих возможностей побудило апостола Павла сказать, что в его теле действует сила Божия, делая его способным побеждать в духовной войне. Третье могущественное оружие – это молитва. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте», говорится во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Мы должны оставлять за собой сладкий аромат Христа. Мы не должны повреждать Слово Божие, как говорит Павел, но искренне и смело проповедовать Христа. Если мы будем молиться в Духе и просить Бога дать нам нужные слова, мы будем торжествовать во Христе через наше успешное свидетельство». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова